Стихотворение Александра Пушкина Полководец У русского царя в чертогах есть палата, Она ни золотом, ни бархатом богата, Ни в ней алмаз венца хранится за стеклом, Но сверху донизу, во всю длину кругом, Своей кистью свободной и широкой Ее разрисовал художник быстроокой, Тут нет ни сельских нимф, Ни действенных мадон, Ни фавнов с чашами, Ни полногрудных жен, Ни плясок, ни охот, А все плащи да шпаги, Долиться полные воинственной отваги, Толпою тесною художник поместил Сюда начальников народных наших сил, Покрытых славою чудесного похода И вечной памятью двенадцатого года, Нередко медленно ничними я брожу И на знакомые их образы гляжу И, мниться, слышу их воинственные клики, Из них уж многих нет, Другие коих лики еще так молоды На ярком полотне Уже состарились и никнут в тишине Главою Лавровой. Но всей толпе суровой Один меня влечет всех больше, С думой новой, Всегда остановлюсь пред ним И не свожу с него моих очей. Чем долей я гляжу, Тем более томим Я грустью тяжелой, Он писан во весь рост, Чело, как череп голый, Высоколосница И мниться залегла. Там грустья великая, Кругом густая мгла, За ним военный стан, Спокойный и угрюмый, Он, кажется, глядит С презрительной думой, Свою ли точно мысль художник обнажил, Когда он таковым его изобразил, Или невольное то было вдохновение, Но доудал ему такое выражение, О, вось несчастливый, Суров был жребий твой, Все в жертву ты принес, Земле тебе чужой, Непроницаемый для взгляда Черни дикой, В молчании шел один, Ты с мыслью великой, И в имени твоем Звук чуждый, не взлюбя, Своими криками, Преследуя тебя, Народ таинственно, Спасаемый тобою, Ругался над твоей Священной сединою, И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал, И долго укреплен могущим убеждением, Ты был неколебим Пред общим заблуждением, И на полупути был должен, Наконец, Безмолвно уступить И лавровый венец, И власть, И замысел, Обдуманный глубоко, И в полковых рядах Сокрыться одиноко, Там устарелая и вождь, Как ратник молодой, Свинца веселый свист, Заслышавший впервой, Бросался ты в огонь, Ища желанной смерти, Вообще! О, люди, Жалкий рот, Достойный слез и смеха, Жрецы минутного, Поклонники успеха, Как часто мимо вас Проходит человек, Над кем ругается Слепой и буйный век, Но чей высокий лик В грядущем поколении Поэта приведет В восторг и умиление.